Причудливые орнаменты, воплощенные в благородном мраморе. Позолоченная лепнина и прозрачный, как слеза, хрусталь. Изысканная дворцовая пышность, где величавый ампир соседствует с затейливым барокко. Великолепие, которым славятся петербургские музеи и в которые хочется погрузиться в любом веке. В современной Петербурге роскошь присутствует не только в музеях. Отель Эрмитаж. Его имя не случайно повторяет название главного музея Санкт-Петербурга. А образ Зимнего дворца, сердце Государственного Эрмитажа незримо витает в его стенах. Санкт-Петербург был столицей Российской империи на протяжении двух веков. Император Петр I перенес ее на берега Балтийского моря в 1712 году из Москвы. В 1918 статус в Москве был возвращен. Добраться от сегодняшней столицы до Санкт-Петербурга можно поездом, самолетом или автомобильным транспортом. В сегодняшнем Петербурге о статусе столицы Российской империи в первую очередь напоминает Зимний дворец. Бывшая резиденция российских императоров. В нем находится Государственный музей Эрмитаж. Одна из главных сокровищниц мирового искусства. Желающие увидеть его коллекции приезжают в Петербург со всего мира. С недавних пор в городе появился отель, имеющий статус официальной гостиницы знаменитого музея. Туристам, для которых посещение Эрмитажа, одна из важных целей приезда в Санкт-Петербург, будет приятно поселиться в отеле под таким же брендом. Причем на этом сходство между гостиницей и музеем не заканчивается. Государственный музей Эрмитаж находится на Дворцовой площади, в самом центре Петербурга. До отеля Эрмитаж отсюда всего 3,5 километра. Он находится в бывшей Дворцовой Слободе. Это исторический район Санкт-Петербурга, центром которого можно считать Владимирский собор. Гостиница Эрмитаж расположена в доме номер 10 по улице Правды. Для гостей отеля три раза в день до Зимнего дворца курсирует автобус. Дорога занимает всего несколько минут. В Дворцовой Слободе раньше жили те, кто обслуживал Царский двор. В поварском переулке Повара, на улице Стремянной Кунихи. Отель Эрмитаж расположился на улице, которая раньше именовалась Кабинетской. Здесь обитали персоны поважнее, служащие Кабинета Его Императорского Величества, чиновники, которые ведали имуществом Царского двора. Спустя десятки лет улица поменяла и внешний вид, и название, став улицей Правды. Дело в том, что в начале 20 века неподалеку издавалась революционная газета «Правда». Изначально здание отеля представляло собой три отдельных дома, позже – соединенных вместе. Такая планировка, где вместо сплошного фасада два флигеля, разделенные двором, характерна скорее для загородных усадеб, нежели для городской застройки центра Петербурга. Это здание неоднократно перестраивалось, меняло свой статус и владельцев. В начале 20 века жилой дом переделали в клуб. В годы Первой мировой войны здесь размещался лазарет, а позже – дом культуры. И вот в 2012 году строение получило новую жизнь в качестве отеля. Современные зодчие реконструировали здание, сохранив его основные черты, близкие к стилю ампир. Торжественному и лаконичному. Но фасад стал наряднее, подготавливая гостей к внутреннему убранству, передающему дух зимнего дворца. Здравствуйте. Чтобы гости сразу могли почувствовать торжественную атмосферу дворцового стиля, костюмы швейцаров сделаны по образу и подобию тех, что были в зимнем дворце. Именно так были одеты люди, которые открывали двери императору и членам его семьи. Характерная деталь – карман, расположенный на задней части пальто. В нем можно греть руки в отсутствие посетителей. Пурпурный цвет пальто и государственная символика, вышитые золотом двуглавые орлы, также повторяют особенности костюмов, которые носили швейцары в резиденции российских монархов. Связь с музеем «Эрмитаж» прослеживается во всем. Это не только интерьеры, но и наличие особых услуг. Здесь на ресепшене можно не только зарегистрироваться, но и узнать много полезной информации. Например, ознакомиться со свежим каталогом выставок, который проходит в музее «Эрмитаж». А также узнать, когда до Зимнего дворца идет трансфер. Всегда есть расписание. Просторный холл, так же, как и фасад, тяготеет к стилю ампир или имперскому стилю, что полностью отвечает замыслу создать отель в дворцовом духе. Характерные особенности – наличие колонн, пилястр и других классических элементов, повторяющих античные образцы. Монументальность и массивность деталей воплощают могущество власти. Неслучайно архитекторы, строившие дворцы и соборы столицы Российской империи, предпочитали именно ампир. Чтобы зрительно приподнять потолки, использованы вертикали колонн и применены так называемые архитектурные зеркала. Когда в блестящем мраморном полу отражается потолок, люстры и предметы интерьера. В воздуху добавляет и стеклянный купол над центром холла. Но целью создателя отеля было не просто поразить своих гостей дворцовой роскошью. Главная задача – мы всех наших гостей, которые посещают наш отель, готовим походу в музей. Поэтому впервые здесь организована такая интеграция, как виртуальный элементаж. То есть они включают телевизор, проходят виртуальные экскурсии. Виртуальные экскурсии. Наверное, сразу после этого выйдут к вам на рецепцию, для того, чтобы записаться на настоящий. Абсолютно. Ну и, безусловно, работа с гидами. Мы здесь понимаем, в каком типа гид нужен им. И в каком объеме он готов принять музей Эрмитаж, в частности. Поэтому максимум наши специалисты предоставляют все услуги, которые вот именно гостю, который, насколько он готов, на какое время посетить себе культуры России и мультикультуры мира. Потому что Эрмитаж – это мультикультура мира. Главной задачей, которую ставили перед собой дизайнеры, не повторяя интерьеров Зимнего дворца, вызвать у гостей ассоциации с Эрмитажем. В работе их консультировали специалисты этого одного из крупнейших музеев мира. Они же рекомендовали работы современных петербургских художников, которыми украшен холл. В тематике преобладают пейзажи, передающие дух города Святого Петра. Точной копией предметов, украшающих Зимний дворец, является лишь столик, расположенный в центре вестибюля, и стоящая на нем ваза. Такая же под названием «Сплетница» была когда-то подарена императорским фарфоровым заводом российскому монарху Александру I и находится в одном из залов Государственного музея Эрмитаж. Поскольку отель является официальной гостиницей музея, то заводу было разрешено повторить свое же произведение искусства 200-летней давности. Впервые подобная ваза была создана в середине 18 века французским мастером. Сюжет, взятый из античности, сколь же древний, столь и современный. Две прелестные женщины сплетничают, склонившись друг к другу. Картина, которую можно наблюдать во все времена. Столик, на котором стоит ваза, – реплика произведения архитектора Монферрана, чья самая известная работа – Исаакиевский собор в Петербурге. Предмет чуть больше своего прототипа, расположенного в Зимнем дворце. Дизайнер выбрал его из-за сочетания пропорций, которыми Монферран владел безупречно. Помимо вазы-сплетницы, в холле можно увидеть и другие предметы из фарфора. Многие российские монархи знали толк не только в искусстве, но и в фарфоровом производстве. Например, Александр Третий лично вносил поправки в эскизы к рисункам для дворцового сервиза. Кажется, вот эти произведения искусства – лишь роскошные украшения интерьеров отеля «Эрмитаж». Но отнюдь все это можно купить. Катя, чем примечателен этот сервиз? Это Горевский сервиз – один из лучших памятников прикладного русского искусства. Он был предназначен для дворцовых приемов торжественных. И он был назван изначально русским в честь победы русского народа над Наполеоном. Был подарен на Рождество графом Горьевым Александру I императору. И находился в Зимнем дворце в комнатах императрицы Елизаветы Алексеевны. Кстати, это отличный сувенир в память о пребывании в Санкт-Петербурге. Правда, очень недорогой сувенир. Осторожно. Действительно, такой сувенир по карману лишь состоятельному гостю. Стоимость некоторых изделий сравнима с ценой автомобиля. Императорский фарфоровый завод – знаменитое петербургское предприятие с почти 300-летней историей – по праву считается национальным достоянием. Эти предметы были изготовлены по специальному заказу для отелей «Эрмитаж». И в точности повторяют те, что столетия назад завод делал в подарок императорской семье. Старинные фолианты на книжных полках лобби-бара – это редкие издания на английском, немецком и французском языках. И, конечно, русская классика. В лобби-баре, отделенном от холла колоннами, обстановка не такая пышная, но уютная. Приглушен свет, интерьер выполнен в темных спокойных тонах. Стены облицованы деревянными панелями. Здесь можно выпить кофе и полистать книгу у камина. Я выбрал историю династии Романовых. В этом красочном альбоме можно найти не только рассказы о жизни российских самодержцев, но и их портреты и подробное описание быта. Словом, прежде чем зажить по-царски, нужно подробно изучить, как это делали предшественники. Российский императорский двор справедливо считался одним из богатейших в Европе. Причем для императорской семьи пышный антураж был естественной частью повседневной жизни. Для подданных и представителей других государств дворцовая роскошь служила олицетворением могущества Российской империи. Дворцовая пышность Санкт-Петербурга XIX века завораживает изяществом линий и богатством декора. Причудливые изгибы барокко и монументальность ампира, которую так ценили представители петербургской знати, можно увидеть не только в музеях. Отель «Эрмитаж» – официальная гостиница одноименного музея, богатейшего собрания мирового искусства. Создавшие ее дизайнеры стремились передать дух зимнего дворца в современных интерьерах. Когда поднимаешься по такой лестнице, перед глазами сразу встают торжественные процессии шествующих на бал дам и кавалеров. Вот такие позолоченные витые решетки – неотъемлемая часть роскошных петербургских дворцов. Парадный ужин, которым по традиции заканчивается Великосветский бал, вполне мог бы проводиться в подобном интерьере. Ресторан «Екатерина Великая» также решен в дворцовом стиле – хрустальные люстры, зеркала, позолота. На стенах – гобелены, где изображены сцены королевской охоты и пикников с участием знатных особ. Они создают настроение, располагающее к отдыху. Здесь легко можно представить себя королевской персоной, ведь все блюда исторические. Именно такие готовились на дворцовой кухне и подавались на стол российским самодержцам. Неслучайно этот ресторан назван честь императрицы Екатерины II. Именно при ней дворцовая кухня стала более изощренной. Парадная трапеза состояла из десятка различных супов, более 20 видов антре – предварительных закусок, а также 30-40 видов основных кушаний, не считая салатов, соусов и десертов. Я, пожалуй, попробую суп под названием «Сен-Жермен». Шеф-повар ресторана не один час провел над старинными поваренными книгами, изучая меню столетней давности. Суп «Сен-Жермен» из зеленого горошка с морепродуктами готовили когда-то для императорской семьи. В 19 веке это было все очень просто. Это русские каши, запеканки, какое-то такое очень простое, где все кладется и готовится в печи. В дальнейшем, когда пришла к нам французская кухня, мы начали потреблять, во-первых, картофель в вареном виде, во-вторых, всякие французские муссы, паштеты и так далее, и так далее. И вот как раз этот суп протертый, он с того времени. Он был очень модный тогда. Конечно, блюда дворцовой кухни всегда были достаточно разнообразными и сложными в приготовлении. Но столетия назад представление о полезности той или иной еды отличалось от сегодняшнего. Шеф-повар делает поправку с учетом новых возможностей. Например, вот этот зеленый горошек, мы его в летнее время, когда он в самом соку, собираем и потом замораживаем. И при помощи профессиональных инструментов можно сделать совершенно фантастические вещи. Буквально из замороженного горошка он за считанные секунды превращает его в пюре. Еще одно новшество сегодняшнего дня – применение в рецептах старинных блюд так называемой микрозелени. Салатную траву, специально выведенную селекционерами, срезают непосредственно перед приготовлением блюда. И вот наш суп сан-жермен готов. И его можно подавать даже к императорскому столу. Точно такой же суп с молодым горошком и морским гребешком подавали на обед в Ливадийском дворце 17 апреля 1912 года. История сохранила точную дату трапезы, но вот как оценили обедавшие это блюдо, доподлинно неизвестно. Впрочем, в начале 20 века императорский быт стал более аскетичным. Нежели в эпоху Екатерины Великой, блистательном в 18 веке. Это касалось и еды, и одежды, и размаха, с которым отмечались торжественные события. В каждом отеле есть помещение для приемов и торжеств. Отличительная особенность этой гостиницы – в парадном зале на экране можно любоваться интерьерами Зимнего дворца. И еще больше погружаться в его атмосферу. Прототипом стал Георгиевский тронный зал Зимнего дворца. Белые мраморные колонны, пурпур и натуральное позолото. Это помещение называется «Залом Росси» в честь выдающегося итальянского архитектора. Одного из тех, кто создавал Зимний дворец и повлиял на весь облик Санкт-Петербурга. Те, кто создавал отель Эрмитаж, хоть и отталкивались от стилистики и духа Зимнего дворца, не ставили задачу копировать его интерьеры. Здесь совсем другая размерность. Это не Эрмитаж ни по размерам, ни по конфигурации, естественно. Это, можно сказать, новая часть здания, пристройка. То есть такой планировки не было изначально в исторической части здания. То есть это утраченная часть, соответственно, она возводилась целиком заново. Историческая часть, она касается ресепшена и лобби-бара. Там, да, там, то есть где-то мы постарались выдержать и конфигурацию залов, и, значит, ну, какой-то дух. Далее, что касается стилистики, ну, скажем, входная группа, лобби, вот вестибюль второго этажа. Здесь условие диктовал фасад. Это исторический фасад. Как вы видели, там колонны, то есть это ампир. И, соответственно, здесь мы должны были некий такой стиль, близкий к ампиру, выдержать. Современное строительство, вообще современный дизайн, он не делает точных копий какой-то стиля, да? То есть нету точного барокко, нету точного ампира, нету точного там рок-ко-ко, что-нибудь еще. То есть всегда это заимствуются какие-то элементы, и выдерживается самый главный дух, пропорциональность и, ну, скажем так, вот впечатление, которое этот стиль должен создавать. Вот это мы постарались привнести, мне кажется, в общем-то, нам удалось. В 18-19 веках российские монархи для создания дворцовых покоев часто приглашали итальянских архитекторов и художников. Этот интерьер создавали отечественные дизайнеры. Их замыслы воплощали и российские мастера, и зарубежные, в том числе итальянские. Обстановка, выдержанная в дворцовом духе, действительно напоминает музей. Только в отличие от музея, здесь можно не только смотреть, но и потрогать предметы руками. Или, например, отдохнуть в таком кресле, сделанном флорентийскими мастерами. На акварелях, украшающих стены коридора, хорошо знакомы интерьеры зимнего дворца. Но в отличие от картин, которые находятся там, любую из этих можно приобрести. Всего в отеле 126 номеров. Причем ни один интерьер в помещениях класса люкс не повторяется. Самые роскошные апартаменты отеля – это президентская и императорская резиденции. Каждая состоит из нескольких комнат, ведь короли и президенты обычно путешествуют в сопровождении свиты или команды. Императорская резиденция – это два отдельных номера, расположенных по соседству. Они выдержаны в светло-зеленых тонах. Этот номер двухуровневый. Наверху – спальня, внизу – гостиная. Одно из помещений императорской резиденции напоминает типичный интерьер царских опочевален. Изящная мебель, изысканная лепнина, цветовая гамма – светлая, издержанная. Наверное, приятно проснуться в окружении дворцовой роскоши. Интересно, что личные покои монархи часто использовали для приема приближенных ко двору людей. И не только опочевальни. Так, например, императрица Александра Федоровна, супруга последнего самодержца Николая II, иногда принимала гостей в ванной комнате, которая была отделана в пышном мавританском стиле. Дизайнеры отеля вспомнили и об этой традиции. Ванна в императорском номере тоже выдержана в дворцовом стиле. Обратите внимание, она покоится на львиных лапах. С пышностью убранства настоящего зимнего дворца отель все же не сравнится. Но вот его современному оснащению венциносные особы точно позавидовали бы. Ведь водопровод в зимнем появился в 80-е годы 19 века. А до этого времени все, включая императора, пользовались рукомойниками. Интересно, что примерно в то же время, при Николае II, царские интерьеры стали оформляться иначе, чем у его предшественников. Ранее убранство каждой комнаты придумывал архитектор. В конце 19 века отделка помещений стала более стандартной. Она велась уже на основе каталогов и образцов, которые представлялись ведущими строительными фирмами. То есть практически как в наше время. Из императорской резиденции можно выйти на большой балкон, точнее даже на террасу. Кстати, напротив расположена терраса президентских апартаментов. Так что поселившийся здесь монарх может запросто переброситься с соседом президентом в пары слов. Например, пожелать ему доброго утра. Императорская резиденция занимает правое крыло второго этажа. В левом располагаются номера не менее высокого статуса. Это наша президентская резиденция. Самый просторный номер общей площадью 154 квадратных метра. Неужели? Для одного человека немного ли будет? Дело в том, что также сопровождающая группа может разместиться, поскольку здесь две спальни и планировка круговая. Очень напоминает Эрмитаж. Потолок, стены. Ох, как здесь красиво! Да, из коридора мы попадаем в гостиную, с зоной отдыха и камином. Как вы видите, здесь преобладает красный пурпурный цвет, который всегда использовался для декорирования покоев императоров и важных особ. Также особенностью этого номера является повышенный уровень безопасности. Например, окна имеют пятый уровень защиты. А что означает? Эти стекла совсем не разбить? Конечно, не разбить. Они же бронированные. Обои пурпурного цвета выполнены из шелка с узором из золотого шитья. Нарядная лепнина затейливо и обильно. Пожалуй, убранство президентской резиденции даже несколько превосходит обстановку императорской. Это одна из спален резиденции. Мебель для этого номера была изготовлена эксклюзивно. И также паркет изготовлен из ценных пород дерева. А мне больше всего телефоны понравились здесь, в этом номере. Это старинные, да? Они выглядят как старинные, но работают по последнему слову техники. Запросы современного человека в чем-то, пожалуй, даже выше требований монархов прошлых веков. Нам требуется максимум комфорта, помимо красоты и видимой роскоши. 200 лет, во время которых город на Неве был столицей Российской империи, здесь возводились и оформлялись богатые апартаменты для петербургской знати. Современные дизайнеры стремятся по-своему сохранить и передать дух имперского Санкт-Петербурга. Дворцы нынче отданы под музеи, зато гостиницы строят, похожи мы на дворцы. Если возникает желание пожить по-царски, особенно после посещения музеев и осмотра монарших покоев, такая возможность есть и в наши дни. Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга